Казахи, мы все еще боксерская держава или нет? Мы все еще роляем или не роляем вообще никак? Что там с боксом для нас казахов на мировой арене? Как прошел для нас 2021 год? Об этом, обо всем мы поговорим с моим другом, товарищем, коллегой Даниэр Каримжаном, который знает об этом, я более чем уверен, гораздо больше, чем многие-многие из вас. Есть чем ему поделиться, друзья. Будет очень интересно, устраивайтесь поудобнее. Всем салам алейкум, приветствую вас, джентльмены, с вами Сула, наш боец. Салам алейкум, до старого, первых, поздравляю вас с наступившим Новым годом. Сегодня мы решили подвести итоги 2021 года в боксе, в любительском и профессиональном. Ну, как известно, это два совершенно разных видах спорта по своей форме, по своему содержанию. То, что касается любительского бокса, конечно же, можно разделить его на две части, негативную и позитивную сторону. Во-первых, как мы знаем уже все, был большой оглушительный провал на Олимпийских играх в Токио, где команда Казахстана завоевала всего две бронзовые медали. Камсубей Кунгкобаев и Сакен Бибусынов стали ее обладателями. Ну, от казахстанских боксеров традиционно очень высокие, большие ожидания на Олимпиаде, именно в этой части спортивной программы. Но определенные выводы после Олимпийских игр были сделаны, конечно же. Главным тренером национальной сборной команды Казахстана был назначен Кайрат Саджанов, который до этого почти 10 лет работал с юношеской и молодежной сборной Казахстана. И уже на чемпионат мира, который состоялся в конце 2021 года, Кайрат Саджанов повез другую команду, обновленную, молодую, решил посмотреть ближайший резерв. Ну, конечно же, были ребята, которые уже на подходе были к званию лидеров национальной сборной Казахстана. И, в общем-то, это вылилось в достаточно неплохой результат. Пять медалей, из которых две золотые. Сакьян Бибусынов стал чемпионом мира. И золото завоевал Тимиртас Жусупов. На мой взгляд, один из вообще претендентов на звание «Спортсмен года». Потому что за 40 дней, за вот этот короткий период, Тимиртас Жусупов выиграл сразу два чемпионата мира. Среди вооруженных сил по боксу и чемпионат мира Аиба. Ну, Аиба сама провела ребрендинг организации. Она теперь называется ИБА. IBA, то есть International Boxing Association. Это связано с тем, что в 2023 году на повестке дня в Международном Олимпийском комитете вообще будет стоять вопрос об исключении бокс, как вида спорта, из программы Олимпийских игр уже 2028 года. Поэтому у ребят, которые курируют мировой любительский бокс, сейчас стоит очень серьезная, амбициозная задача сделать ребрендинг, очистить Международную Федерацию любительского бокса от того негативного фона, который сопровождал ее последние годы, особенно последние Олимпийские игры. На мой взгляд, если говорить о чистоте судейства, то на последних играх в Токио бокс программу проводил не Международную Ассоциацию любительского бокса, а МОК напрямую. И мне очень понравилось судейство, если честно. Особенно если сравнить ее с Олимпиадами в Рио-де-Жанейро и в Лондоне, ну это просто вообще там разница колоссальная. Я думаю, кто внимательно смотрел боксерскую программу, согласится со мной. Были погрешности, может быть, там 3-4-5 поединков максимум, где победу можно было отдать либо в ту, либо в другую сторону, но это бывает в боксе. Но в целом, опять же, в сравнении с другими Олимпиадами, это очень красивая, честная Олимпиада с точки зрения судейства. Ну, в этом году у национальной сборной команды Казахстана также несколько очень больших стартов. Это азиатские игры, конечно же, 2022 года, чемпионат Азии. В общем, программа большая, насыщенная, и мне хотелось бы посмотреть, как наши боксеры будут выступать на вот этих крупных мировых стартах, учитывая, что, опять же, главный тренер нашей национальной команды, Хайрат Саджанов, обещает дать шанс молодым боксерам, которые вот только перешли из молодежной команды, тем более, что этих ребят он очень хорошо лично знает, поскольку работал с ними в молодежной команде. Что касается профессионального бокса, профессиональный год для наших боксеров-профессионалов выдался очень ударным. Во-первых, мы долгое время восхищались Геннадием Головкиным, нашей, безусловно, суперзвездой казахстанского спорта, мирового бокса, профессионального бокса. Понятное дело, что Геннадий Головкин, которому уже в апреле этого года исполнится 40 лет, находится на таком закате своей карьеры, своей великой, блестящей карьеры. И на подходе мы всегда ждали, кто из казахстанских боксеров сможет достойно заменить нашего Трипл-Джи. В этом году мы уже увидели амбиции. Даниар Елюсинов уже определенно к этому идет достаточно давно в статусе олимпийского чемпиона. У него неплохой менеджмент. И, как мне кажется, есть стратегия к тому, чтобы прийти к званию чемпиона мира. И, я думаю, что несколько шагов буквально его отделяет. Один шаг буквально до звания, до чемпионского поединка остался Жанебеку Алимханулы, который сейчас является обязательным претендентом, Диметриус Андрады, который владеет поясом по версии WBO. Но как просачивается информация от инсайдеров, скорее всего, Диметриус Андрады оставит свой пояс. И тогда Жанебеку Алимханулы придется сразиться за вакантный титул, скорее всего, против Криса Юбинка-младшего. Еще один боксер, о котором стоит, конечно же, сказать, это Хамшебек Кункабаев, который в декабре на турнире от компании MTK Казахстан завоевал пояс в Крузервейте в тяжелом весе по версии WBA Gold. Это очень серьезный титул, который позволил ворваться Хамшебеку Кункабаеву сразу в десятку по версии лучших боксеров мира, по версии WBA. Это очень большое серьезное достижение. Если я не ошибаюсь, то сейчас Кункабаев располагается на пятом месте. Уже совсем скоро Кункабаев снова вернется на ринг с очень серьезным соперником. И я думаю, что в ближайший год-полтора Казахстан может получить чемпиона мира в тяжелом весе. И это будет действительно очень крутое событие. Тем более, это боксер, который вырос здесь, на нашей земле, в Казахстане. То есть, не обкатывался на где-то там американском рынке, не работал именно с мировыми промоутерами, а именно здесь работающий с казахстанским менеджментом МДК Казахстана. Ну и, конечно же, Айдос Ербосон Ула. Об этом боксере также стоит сказать, потому что он выступает в супер-средней весовой категории. Это вес, в котором выступает и Сауль Канело Альварес. Ну, Альварес вообще шагает по весовым категориям. 69, 72, 76 килограммов, 79. И вот сейчас Канело замахнулся на тяжелый вес. Это, конечно же, очень серьезная заявка. Уже есть ребята, которые ему бросают вызов тот же Майрес Бриедис. Но у Айдоса Ербосон Улы в этом году, как мне кажется, тоже будет очень ключевой год в спортивном плане, в плане обозначения своих намерений стать чемпионом мира. Как обещают ребята, которые работают с ним, в этом году он получит несколько серьезных поединков. Во-первых, скорее всего, ближайший бой у него должен быть иллюминаторным. То есть, за звание обязательного претендента на пояс чемпиона мира по версии WBA. Ну и следующий бой, вполне возможно, что будет за звание чемпиона мира. Ну, в общем-то, друзья, вот такой пол у нас казахстанских боксеров-профессионалов, которые в ближайший год-полтора уже могут приблизиться к званию чемпиона мира. Я еще раз хотел бы напомнить историю Жаната Жекьянова, который когда-то начинал боксировать здесь, в Казахстане. Дрался на вечерах бокса у Эрика Жайляова, Марата Мазимбаева. Поехал на один из турниров в Швейцарию, понравился там британскому менеджменту. И в итоге он работал с бывшим чемпионом мира Рикки Хаттоном, который привел его к званию чемпиона мира. Так что у всех казахстанских боксеров, в принципе, есть шанс завоевать чемпионский пояс. Самое главное, это нужно посеять эту мысль у себя в голове, упорно тренироваться, и, конечно же, грамотный менеджмент должен присутствовать. Ну, друзья, давайте будем в любом случае всегда поддерживать, болеть за наших казахстанских боксеров Алга-Казахстан. Вот так вот, друзья. Что вы об этом всем думаете? Обязательно оставьте ваше сообщение, ваше мнение в комментариях под этим видео. Давайте пообщаемся, только прошу вас без оскорблений. На этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока. Ассалам алейкум. Аравидарчи.